Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашей гостьей мы будем говорить о самых значимых событиях в культурной жизни региона. Присоединяйтесь и вы к нам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце 80-х, начале 90-х годов связана с работой с молодежью в пионерской и комсомольской организациях, комиссии по делам несовершеннолетних. В 2003 году она возглавила отдел по делам молодежи Гомельского горысполкома. Начиная с 2004 года, 6 лет проработала в администрации Новобелецкого района Гомеля. В 2010 году стала заместителем, а через год начальником, главного управления идеологической работы облсполкома. В 2013 году его объединили с управлением культуры, отделом по делам молодежи и отделом по делам религий и национальностей. На вопросы, которые касаются организации идеологической работы в регионе, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 0-232-77-68-45. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Ирина Викторовна. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ирина Викторовна, мы с вами встречаемся в такой немного грустный вечер, потому что последний вечер лета. А чем оно вам запомнится? Ну, давайте мы уже не будем грустить. Ну, почему грустный? Конечно, лето заканчивается. Ну, какой красивый сентябрь нас встречает. Конечно, лето было очень насыщенным. Наверное, самое значимое событие не просто лето, а целого такого эпохального, наверное, значения, это, конечно, Всебелорусское народное собрание, которое было в июне месяце. Это не просто какое-то очередное какое-то, да, вот просто рядовое мероприятие. А реально это серьезный очень съезд, на котором решались очень важные, знаковые события для всей страны. Как мы будем жить, куда мы будем двигаться и с чем мы придем, с какими результатами через пять лет к дальнейшему развитию нашей страны. Конечно, очень знаково, и лето, во-первых, летом был, буквально в июле месяце, был принят Кодекс о культуре. И учитывая то, что 2016 год, это год культуры, объявленный президентом нашей страны, было просто колоссальное количество различных выставок, концертов, гастролей и так далее. То есть все то, что было связано, и то, что прославляло нашу страну, и показывало ее гостеприимность и так далее. Поэтому очень насыщенное лето, и я уверена, что будет не менее насыщенная осень. Да, осень действительно будет интереснейшая. Уважаемые телезрители, не уходите далеко от телеэкранов, вы сегодня узнаете очень о многом, то, чего не стоит пропустить. Ирина Викторовна, ну, завтра 1 сентября, тем не менее. С какими воспоминаниями у вас связаны школьные годы? Вы хорошо учили в школе? Да, я хорошо училась в школе. Были отличницей? Ну, нет, не отличницей, хорошисткой. А какие предметы были самые любимые? Вы знаете, самые любимые были все-таки больше гуманитарные, потому что я просто обожала литературу, русский язык. И, наверное, это и сделало, так скажем, свой выбор, потому что первое образование у меня филологическое. И, наверное, это и дало свой такой вот толчок, наверное. Ну, немножко сложнее было с точными науками. Математика как бы хорошо. Я, конечно, ну, это хорошо, есть эти гаджеты, на которых можно посчитать на компьютере или в телефоне, да, на калькуляторе какие-то моменты. Ну, это шутка, конечно. А воспоминания, конечно, в первую очередь это люди, это одноклассники и преподаватели. Люди, которые оставили определенный след, абсолютно теплый, потому что спустя столько лет, после окончания школы, все равно вспоминаем и друг друга, и вечер встречи с выпускниками. Это всегда очень добрые и теплые воспоминания и абсолютная благодарность нашим преподавателям. Это большая ценность, если удалось сохранить такие действительно теплые, дружеские отношения. Что бы вы хотели пожелать сегодня школьникам и студентам, которым завтра садится за парты? Вы знаете, наверное, в первую очередь, вот дорогие наши, все наши ученики и наши студенты, не плыть по течению, верить в себя, и все будет отлично. Известный советский пианист и педагог Генрих Нейгаус говорил, что таланты создавать нельзя, но можно и нужно создавать среду для их проявления и развития. Является ли такой средой работа наших школ искусств, наших музыкальных, художественных и хореографических школ и студий на Гомельщине? Это не просто кузница. Вы знаете, при тех моментах, которые вот сегодня даже с экономической точки зрения связаны, идет, конечно же, оптимизация. Какие-то учреждения укрупняются, то есть путем объединения. Но остается главное. Сегодня в Гомельской области вот это учебное, именно творческое пространство – совершенно замечательная площадка для наших ребят. Потому что у нас 56 школ искусств, и на сегодняшний день, так скажем, и хореографические школы, и художественные школы – это все те учреждения, которые не просто должны, так скажем, принять, но найти в каждом ребенке, который туда пришел, вот эту частичку великолепного таланта и раскрыть ее. Потому что настолько у нас замечательные дети, и всегда ведь говорят, что результаты ведь рассчитываются, так скажем, и видны не только количеством дипломов, хотя это очень важно тоже. И могу вам сразу сказать, что у нас есть и стипендиаты, и дипломанты, и стипендиаты президентского фонда, и участие в международных конкурсах. И это совершенно потрясающе. Что можно говорить, если только взять наш конкурс «Музыка надежды». В этом году этому конкурсу 20 лет. Ни один год не обходился без увеличения числа участников, которые собирают из разных стран. Но в этом году у нас есть самое главное событие к этому конкурсу. Я просто не могу вам передать, какое вот вообще несказанное чувство гордости, потому что именно благодаря фонду президента мы выиграли грант, и в этом году колледж имени Соколовского получил великолепный, по гранту президентскому, великолепный концертный рояль. Это чудный подарок, который только можно вообще преподнести нашим учащимся и нашим преподавателям, вообще творческой части. Заслужены. Абсолютно. Конечно, успехи наших, без сомнения, талантливых детей очень во многом зависят от того, насколько чуткие, насколько умелые попадутся им преподаватели, насколько они смогут зажечь своим огнем и передать все, что они умеют. Ирина Викторовна, хватает ли сегодня в этой сфере таких людей, педагогов? Совершенно замечательный вопрос, потому что, вы знаете, такой девиз, что ли, да, вот как его лучше назвать, говорит, кадры решают все. Реально, если есть хорошие преподаватели, вот на мой взгляд, для преподавателя есть два самых серьезных постулата. В первую очередь это профессионализм, и во вторую очередь это терпение. Ну, если я еще вот не научился вот ковырять пальчиками по клавишам, да, или там еще не могу на струнах, или зажать в той вот тональности, в той крепости пальчиков еще нет. Вы представляете, какое колоссальное терпение нужно иметь, а потом увидеть это. Это просто очень серьезная тема. Но при этом у нас практически половина преподавателей имеют высшее образование, потому что у нас сегодня в Гумельской области у нас и колледж имени Выгодского, и колледж Соколовского, и наш Мозорский колледж. Поэтому у нас как бы действительно идет хорошая подготовка преподавательского состава. И хочу вам сразу сказать, что это очень важная тема, потому что именно преподаватели, кроме того, что увидят, ведь они же вместе с родителями выезжают с нашими детками, с нашими маленькими звездочками на конкурсы, на фестивали, и, конечно же, участвуют как единолично, так скажем, ребенок, так и в составе коллективов. Поэтому преподавательская работа – это более чем важная тема. И, конечно же, сегодня, вот в преддверии именно, ну, наверное, начала учебного года, конечно, мне хочется им пожелать таких творческих учеников, конечно, абсолютно терпеливых родителей, ну, и таких, знаете, полета мыслей, креатива и побольше побед. Да, конечно. Победой может быть ведь каждый день, каждая удачная репетиция. Конечно. Давайте продолжим. Одним из значимых самых событий этого года и этого лета Вы назвали «Кодекс о культуре», который появился у нас и который не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Как Вы оцениваете его положение? Насколько этот документ жизнеспособный? Вы знаете, в течение многих лет вообще в целом в сфере культуры принималось очень много, ну, я бы так скажем, наверное, обвините от такого локального характера нормативно-правовых актов. У нас отдельно шли, допустим, там, постановления, Саумина и так далее по отдельно взятым, я бы сказала, отрасль в отрасли. Условно, по библиотечным делают отдельно нормативный акт. Совершенно отдельно и есть закон об историко-культурном наследии. То есть это тоже, ну, это отдельно взятое пространство вот этого большого понятия культура. Абсолютно отдельным нормативно-правовым актом регламентируется работа гастрольной деятельности. То есть это театрально-зрелищное учреждение, которое сегодня именно призвано, так скажем, к тому, что нужно было систематизировать работу всех гастролей. Потому что все, допустим, наши субъекты, которые занимаются организацией гастролей, значит, они должны получить гастрольные удостоверения и так далее, и так далее. Кодекс, и есть еще много-много-много различных этих документов. Сегодня кодекс, это не просто соединил в себе. Он полностью все систематизировал. И при этом все вопросы организационного, юридического характера, целей, задачи и так далее, и так далее, то есть все те постулаты, которые необходимы в кодексе, они нашли свое отражение. И при этом самое замечательное то, что сегодня кодекс будет, так скажем, главным документом не только для работников культуры. Работникам культуры он наверняка нужен в их профессиональной деятельности, а рядовым гражданам, тем, кто является просто посетителем музея, слушателем концерта или зрителем в театре, как нам могут быть полезные положения кодекса? Как раз таки очень полезные. Давайте вот мы вернемся к любому другому кодексу, да. Ведь, допустим, там кодекс о земле, да, кодекс там об административных правонарушениях, там или там уже, ой, ужас, в уголовный кодекс. В первую очередь, конечно, он необходим юристам, да, и тем, кто там занимается на профессиональной основе вопросами правопорядка и так далее. То для людей, которые потом сталкиваются с какими-то определенными вопросами, это в первую очередь обычное юридическое знание. То есть это, как говорят, юридическая ликвидация безграмотности. Вот в данном случае вот этот кодекс аналогичным образом, как, допустим, чисто профессионального характера, там же личный кодекс. Мы же к нему обращаемся тогда, когда у нас, допустим, проблемы какие-то с жильем. Здесь аналогичным образом, если вдруг человек чувствует, ведь многие вопросы, которые касаются, там, обмена, там, жилья, которое в каком-то старом доме, и он относится к историко-культурному наследию, то понятное дело, что он может сразу обратиться к кодексу, и он получит все ответы. То есть независимо ни от чего. Поэтому для граждан это замечательный документ, и ему не нужно искать в различных нормативных актах. Он берет один большой документ в виде кодекса и получает ответы на все вопросы. Ну, практика применения достаточно еще небольшая, да, несколько месяцев. Ну, дело в том, что, да, практику еще, понимаете, как, он же вступит в законную силу спустя шесть месяцев после опубликования. Поэтому, соответственно, мы, так скажем, с кодексом очень скоро начнем работать. Уважаемые телезрители, я вас призываю воспользоваться возможностью задать свои вопросы. Мы говорим сегодня о событиях в культурной жизни нашего региона. Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему диалогу. Год действительно интересный. И ознаменован он еще рядом юбилейных дат. Это юбилей со дня рождения Максима Богдановича, Ивана Мележа, Ивана Шамякина. И, конечно же, о самых главных, о самых важных персонах нашей литературы будут вспоминать во время проведения Дня белорусской письменности уже совсем скоро, в эти выходные, на грандиозном празднике в Рогачеве. Скажите, пожалуйста, вот чем был выбран, обусловлен выбор именно этого города в качестве столицы праздника в этом году? Я бы сказала, что Рогачев не просто был выбран, он дождался своего праздника. И, наверное, рогачевские жители для себя, наверное, отметили, что, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так и здесь. Потому что разматривались самые разные города Гомельской области, потому что именно Гомельская область принимает в 2016 году День письменности. И при этом действительно именно Рогачев. Рогачев очень богат на замечательные сокровища талантов. Одно можно только сказать, что самые знаковые имена для рогачевской земли – это, конечно же, Андрей Макоенок и Владимир Короткевич. И вот действительно Дому книги будет присвоено имени Короткевича. При этом самое замечательное то, что практически каждый населенный пункт, потому что кроме этих имен есть еще целая просто плеяда творческих лиц, которые либо жили, либо родились, либо просто творили в Рогачеве. И действительно у жителей Рогачева и Рогачевской земли замечательное есть качество, вот это умение бережно хранить вот эти совершенно замечательные сокровища, которые оставили им их предки. Богатая историко-культурное наследие у Рогачева, считайте, Ирина Викторовна. А сейчас я предлагаю нам всем посмотреть сюжет. Как раз накануне наши корреспонденты побывали в городе Рогачеве, которые поинтересовались тем, как его жители готовят город и готовятся встречать гостей. Пожалуйста, внимание на экран. Замечательно. В Рогачеве работа кипит буквально на каждом углу, как на центральных улицах, так и на въезде в город. Всего ко дню белорусской письменности планируется отремонтировать, реконструировать и благоустроить более 40 объектов городской инфраструктуры. Ну, хвастаться можно будет целым всем городом, конечно, но основная наша нагрузка легла на центральный стадион и на нашу парковую зону. То место, которое станет основным местом встречи наших гостей на дне белорусской письменности. За последние месяцы была проделана колоссальная работа, и Рогачев начал приобретать свой новый облик. В частности, много сделано по программе развития жилищно-коммунального хозяйства. Это и капитальный ремонт с элементами утепления, благоустройства и озеленения территорий. Мы, конечно, очень счастливы в городе, что у нас пройдет такой праздник, что нам выпала честь принимать гостей, писателей, поэтов и других людей, которые приедут к нам на этот праздник. Город преображается, он становится совершенно другим, прекрасным. Ну, еще идут, конечно, подготовительные работы, но уже видны результаты этого труда. Один из самых значимых объектов, который торжественно откроют 4 сентября в Рогачеве – дом книги имени Владимира Короткевича. Помимо библиотеки, здесь расположится книжный магазин, появление которого давно ждали жители райцентра. И хоть пока он работает в тестовом режиме, уже отмечается большой интерес со стороны местных жителей. Люди узнают, идут, нравится, говорят, что магазина у нас такого, ну, прям, ну, катастрофически не хватало. Вот, идут, учителя. Раньше все наши учителя ездили в Минск и в Гомель за литературой, которая им нужна. Вот, сейчас все есть на месте. Помимо магазина и библиотеки, в доме книги также будет расположен отдел для юных читателей. Ранее он находился в другом здании и не соответствовал современным требованиям. Сейчас же это комфортный и уютный уголок для детей, где они смогут узнать много нового и интересного из мира литературы. К тому же их обещают радовать проведением всевозможных увлекательных игр и викторин. Та библиотека была очень маленькой, а сейчас она больше, просторней и красивей. Обращает на себя внимание и оригинальное творческое оформление помещений дома книги. К примеру, когда поднимаешься по лестнице с первого на второй этаж, на стене можно увидеть иллюстрированные в хронологическом порядке книги белорусских писателей. От Библии Франциска Скорины до современных произведений. Привлекут внимание и необычные литературные часы. На циферблате вместо цифр будут присутствовать книги, в названии которых присутствует определенная цифра. Например, вместо цифры 3 – 3 товарища, 12 – 12 стульев, ну и так далее, и так далее. Единственная загвоздка – механизм прибудет немножко позднее. Это будут стрелки более полуметра, большие, тяжелые. Механизма нет в Беларуси, он едет к нам из-за границы. Но на день письменности он к нам доберется, и в день письменности часы дают свой старт. Всего в программе Дня белорусской письменности планируется около 70 мероприятий. В их числе научно-практическая конференция, выставка СМИ Беларуси, праздник литературных дожинок. Интерес вызовут всевозможные подворья, а также такая новая форма развлечений, как литературные квесты. Приглашены у нас, кроме звезд белорусской эстрады, которые будут принимать участие, это и театр Горького, который будет премьерный показ для рогачевцев спектакля «Песняр». Будет очень много иностранных гостей, представителей белорусских диаспорт с ближнего и дальнего зарубежья. Будет союз письменников «Россия, Украина, Белоруссия». Традиционно праздник белорусской письменности проводится в городах-центрах просвещения, культуры и книгопечатания, местах с богатым историческим наследием. К таким, безусловно, относится и Рогачев, в котором после проведения Дня белорусской письменности будут продолжены славные традиции, заложенные много лет назад. Вы смотрите «Диалог». Сегодня в программе принимают участие начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома Ирина Викторовна Довгала. И у нас есть телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте. Добрый день. Мы вас слушаем. Вот у меня такой вопрос. Я из Мозыря и хочу спросить, как можно приехать, принять участие в Дне письменности в Рогачево? Вы хотели бы приехать в Рогачево? Ну, конечно, да. Дорога из Мозыря. Здесь нужно продумать ваши транспортные перемещения. Ирина Викторовна, а продумали ли этот вопрос? Как добираться к гостям? Конечно. Вы знаете, мы как раз таки всегда думаем о том, что помимо самих жителей города-столицы белорусской письменности, конечно же, город всегда ждет гостей. И поэтому сразу могу сказать, и для сведения не только жителей Мозыря, это и город Гомель, и Жлобин, будут организованы специальные рейсы автомобильных транспортных средств. В основном это будут автобусы и микроавтобусы. Для того, чтобы подъехать, мы ориентируемся, чтобы успевали приехать к началу праздника. Торжественное открытие планируется в 12 часов. Поэтому на автовокзалах мы специально делаем не только афишу праздника, чтобы вы видели, что, где и во сколько будет проходить, но и, соответственно, будут организованы подъезды на автотранспорте. Кроме этого, мы отдаем нашим туристическим фирмам, нашим турагентствам специальную информацию, и по заявительному принципу они смогут организовывать дополнительно подъезд к праздничным нашим площадкам. Поэтому приезжайте, вы просто получите удовольствие. Спасибо. Успеют ли все разъехаться, Ирина Викторовна, да? Да, и на отъезд. Кстати, да, на отъезд то же самое. Значит, на отъезд будет аналогичным образом представлены транспортные средства, потому что в 20 часов планируется торжественное закрытие, и до 22 часов будет идти концертная программа с церемонией закрытия. Ну и, конечно же, в 22 часа завершится все праздничным фейерверком, и, соответственно, будут предоставлены еще дополнительные транспортные средства для того, чтобы гости, участники праздника могли уже уехать домой. Наверное, есть какой-то определенный пиетет вот перед этим праздником, потому что все-таки это не какое-то народное гуляние, это день белорусской письменности, и, может быть, люди опасаются, а нужны ли они там, а смогут ли они себе там найти занятия, может быть, это фестиваль только для представителей творческой, творческих кругов, творческой интеллигенции. Вот развеются такие опасения, если они есть. Вы знаете, что это не просто, как это говорят, узкий праздник, да? Это настолько вот самая главная его цель – это в каждом человеке пробудить вот это внутреннее, главное состояние, что ты белорус. И твое главное историко-культурное наследие – это язык, это литература, это то духовное наследие, которое ты должен передать сегодня для завтрашнего поколения. И, конечно же, праздник – это не узкая специализация и самое интересное, что там будут не только исторические, да, вот какие-то моменты, которые будут. Там вплоть до того, что будут торговые ряды, представлены эпохами от Кирилла Туровского до сегодняшних дней. Вплоть до того, что будут продавцы надеты в красивых одеяниях, и все будет действительно стилизовано. Я не могу вам сказать абсолютно вот только эти или эти площадки посетите. Могу вам сразу сказать, что спектр праздника очень большой. Почему? Потому что на сегодняшний день более 70 мероприятий, которые предусмотрены в рамках праздника. И это уже апогей всех, так скажем, больших мероприятий будет 4 сентября в воскресенье. А вообще праздничные мероприятия уже будут идти со 2 сентября. И открытие выставок. И, конечно же, мы сегодня не можем не сказать о проведении замечательной акции «Дорога до святыней», которая проводится сегодня вместе с письменниками и нашими представителями, священнослужителей. Ирина Викторовна, у нас есть телефонный звонок на линии. Давайте выслушаем, а потом мы еще к этой теме вернемся. Хорошо, спасибо. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемая Ирина Викторовна, вы как человек, который уже знаете массу мероприятий за своей жизнью, провели и участвовали, и смотрели. Можете ли сказать, какой, на ваш взгляд, вот в этом празднике будет оригинальным, удивительным для вас, как для человека искушенного в культурных мероприятиях, мероприятие, которое бы вы посоветовали, и которое вас само удивляет уже до его проведения, к которому вы готовитесь, предвкушаете. Спасибо. Спасибо большое. Ирина Викторовна, что вам интересно посетить в Рогачеве больше всего? Вы знаете, что самое интересное? Вот мы за это время ездили достаточно много по разным праздникам. Ведь каждый год, каждая область становится какой-то один из районов в прошлом году. Щучин, да, там Заславли буквально два года назад были и так далее. Но если есть определенная направленность, то мы ни в чем не стараемся повториться. Я могу вам только сказать о том, что непосредственно Министерством информации будет представлен праздник книги и, значит, печатных изданий. Гомельская область, представляя свои средства массовой информации, называет, уже стоит, я сегодня буквально была в Рогачеве, стоит великолепный павильон, который называется «Газетный бульвар». И каждое издание Гомельской области, то есть все районные издания, начиная от главного издания «Гомельской правды», и «Гомельские ведомости», и «В Рогачеве это свободное слово», там и «Петриковская новина», и «Светлогорская новина», и так далее, и так далее. То есть все-все-все районы, они представляют свое. То есть и будет идти представлением полностью всех и вся своей эпохи, когда была редакция создана. То есть это будут и прикольные эти шапки, в которых ходили в кепках, там «Новости, новости, кому новости?» Это чудная штука, и при этом и интересные будут станки, и фотоаппараты, и так далее, и так далее. Совершенно замечательный интерактивный город мастеров. Казалось бы, в каждый праздник есть город мастеров, но мы в этом году даем возможность каждому себя попробовать. Если сидит кузнец, берите в руки молоток и пробуйте. По пальцам, конечно, бить не надо, но тем не менее. Значит, если это сидит гончар, пожалуйста, берите глину, пробуйте. То есть вот это интерактивное. Но то, что касается литературного, мы выставляем литературные подворки. Вы можете зайти у литературную гостюню пани Янины. Вы можете испробовать себя на литературных квестах. То есть это все новые фишки, которые будут интересны даже детям. И при этом, если вы идете с ребенком, то ребенок не останется безучастным к этому празднику. У него обязательно спросят какой-то интересный вопрос даже из детских белорусских сказок. И будут интересные призы. То есть человек будет идти не просто наблюдателем, да, и что-то вот смотреть на этом празднике, а он будет его участником. И это замечательно. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо. Ирина Викторовна, говорят мне, что есть у нас еще один телефон и звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Интересует. Когда будет закончена в городе Мозыре реконструкция театра имени Мележа? Спасибо большое за вопрос. Ирина Викторовна постигла, к сожалению, беда этот театр. Вы знаете, что так же, как и у любого хозяина, самые главные вопросы, конечно же, упираются в финансовую сторону. Если вы обратили внимание, то в течение двух лет в Мозыре очень активно шли работы. И мы постарались по контуру полностью закрыть всю территорию и, соответственно, сделать таким образом, чтобы работы, которые уже были проведены, в связи с тем, что они приостановлены, потому что финансирование сегодня немножечко, так скажем, не в том достаточном объеме, который необходим для продолжения работ. А как только будет открыто дальнейшее финансирование, я могу вам сразу сказать, что работы будут идти теми же темпами, достаточно серьезными, которыми мы шли, когда делали общестроительные большие работы. Потому что фасадные практически кровельные работы мы завершили в полном объеме. Соскучились, да, соскучились уже, наверное, и актеры, и жители города. Понимаете, Мозырский регион очень большой, и действительно, там сегодня не хватает театра, и мы хорошо ощущаем вот эту потребность, эту важность. Мы будем очень стараться, и хочу вам сразу сказать, что губернатор нашей области Владимир Андреевич Дворник очень заинтересован в том, чтобы действительно как можно быстрее вот в Мозыре театр снова открыл свои двери своим зрителям. Спасибо, Ирина Викторовна. Давайте вернемся в Рогачев. Давайте. И будем еще о нем сегодня говорить. Вы так хорошо его презентовали, так хорошо представили этот праздник, который вот, несмотря на его такое серьезное название, такое серьезное звучание, я думаю, что очень много подарит эмоций, очень много подарит развлечений, какого-то хорошего, интеллектуального, такого удовольствия всем, кто не поленится. И эти выходные еще, которые будут теплые, будут яркие, проведет в замечательном городе Рогачеве, который тоже, наверное, заждался уже праздника своего. Вы были в этом городе последнее время, бываете часто. Стас, вот как считаете, насколько удалось действительно город обновить, его как-то украсить, сделать его более уютным? Вы знаете, мне кажется, что он не обновился. У меня такое впечатление еще даже не в самом Рогачеве, а только на подъезде к Рогачеву. Мне кажется, это вообще он заново родился. Потому что даже подъездные пути, причем они со всех сторон, это и со стороны Бобруйска, и со стороны Гомеля, и со стороны там Жлобина по тем трассам, по которым мы едем, это просто нечто. Дороги расширились, это вычищено все, очень красиво. И вы знаете, как хорошая хозяйка, которая готовится к приему гостей, буквально во всех отраслях, это и жилой сектор, это и учреждения образования. Сегодня средняя школа номер три, это, наверное, просто детище, завтра просто дети не поверят, они не узнают свою школу. Это и вопросы, которые связаны с нашими учреждениями культуры. Мы уже говорили сегодня о Доме книги. Музей, приходите в музей, вы увидите новое чудесное учреждение. Это, конечно же, школа искусств в новом дыхании. И площади, четырехполосная дорога, в общем, а парк, а набережная, это же просто чудо, которое раскрылось. Поэтому город просто получил новую жизнь. Остается только пожелать хорошего праздника, хорошего времяпрепровождения организаторам, хозяевам, гостям праздника. И еще хотелось бы одно знаковое для нас мероприятие сегодня обсудить. Это культурный бренд нашего региона. Это фестиваль под названием «Зов Полесье», который проходит в Лясковичах. В этом году, в конце сентября, уже второй раз он примет гостей в статусе международного фестиваля. Расскажите, пожалуйста, какие изюминки готовите в этом году, чем будете удивлять? Ну, сразу вам скажу, что решением республиканского оргкомитета уже принято решение о том, что фестиваль «Зов Полесье» будет проходить 24 сентября. И сразу хочу сказать, что действительно в статусе международном сегодня уже идут к завершению переговоры с теми странами, которые будут принимать участие. И сразу хочу сказать, что это будет очень интересно. Мы всегда ищем что-то новое. И хочу вам сразу сказать, что в этом году вся вот эта, вот эти подворья, которые, ну, уже знают те, кто приезжал, да, на праздник, то, конечно же, это мы придумали, и это наша, так скажем, новинка. Все будет в виде одной деревни, которая будет иметь свои улицы. И каждая улица будет представлять определенный обряд. То ли невесту выдают замуж, то ли это крестины ребенка, то ли это праздник урожая, и вот эти обряды, вот это сохранение. Почему этно-культурных это сохранить? То самое древнее, что так важно и так дорого для того, чтобы вот эту историю сохранить. Поэтому замечательный совершенно. Не могу сегодня не сказать о том, что мы привлекаем малышей. И у нас будет совершенно замечательный праздник «Перазвон Талентов». Это когда маленькие детки будут с определенными, так скажем, своими интересными, значит, как это правильно сказать, когда ручками мы там ткем что-то делаем и так далее, а за ними будет стоять известный мастер. И вот эти все малыши, когда нет кому отдать свое творчество, будущего нет. И еще будет много-много всего. Приезжайте 24 сентября в Лясковичи. Да, можно сказать, что уж чего-чего, интересных идей у наших работников культуры, но хоть и добавляй, и хватит их не на один фестиваль. Да, можно каждые выходные хорошо фестивалить, как говорят. Ну а кого приглашаете, кого ждете в этом году? Потому что гости едут, вроде бы мы о славянской культуре традиционной говорим, а гости у нас приезжают даже из экзотических стран. Вы знаете, что мы на прошлом фестивале были просто, конечно, поражены, когда у нас просто они просили, пожалуйста, вот нам как бы поучаствовать. Это якуты были и Китай. И самое замечательное, насколько их принимали, насколько тепло. То есть сегодня нет границ в культуре. И это замечательно. Поэтому я еще раз говорю, я не хочу раскрывать все, так скажем, интересные фишки и думаю, что нужно приехать на праздник. Принимать гостей польшуки умеют, это точно. В этом году молодежь Гомельщины получила еще одну возможность, прекрасную, проявить себя, реализовать себя, заявить о себе через участие в акции под названием «Мою Украине». Ирина Викторовна, какие идеи вас так удивили, поразили приятно, конечно же? В первую очередь, вообще это бренд, это такое детище. И когда мы видели отношения нашей молодежи, «Мое Украине – моя повага», «Мое Украине – моя подяка», «Мое Украине – моя справа». То есть вот у каждого, когда есть искренняя внутренняя потребность у молодежи отдать частичку самого себя своей стране, а не ждать, «А что мне сделают?» Да не надо, нужно делать самому. И вот сейчас небольшая сумма, но тем не менее, у нас идет на спецсчет, который мы открыли в Беларусьбанке, непосредственно для фонда мира. Это специально именно деньги, которые по целевому назначению пойдут для оформления наших площадок. И самое приятное – это то, что уже видели на славянском базаре в Витебске, и при этом говорит «Как?». И совершенно замечательно, что и такие совершенно добрые дела, которые на благодворительность были направлены, и наша молодежь – это неплохая, это замечательная молодежь, у которой море добра, море тепла и море идей. Ну вот еще, наверное, одно из преимуществ этой акции, что мы действительно увидели, а какие они, эти молодые люди, о которых мы так уже представители поколения чуть старше, иногда так судим несколько, что, дескать, в наше время, вот были мы заняты тем-то и тем-то, а вот нынешние из гаджетов своих не вылезают, только смотрят реалити-шоу и ничем не интересуются. Так нет же, интересуются и помогают другим, и настолько отзывчивы на помощь другим. И мы видим, что это не единичные какие-то случаи, что это действительно движение, в которое вовлечена сегодня вся наша молодежь. Это очень приятно. И это действительно такой повод нам гордиться и верить в наше будущее, когда у нас такие молодые люди. Я вам только скажу одно. Говорит, поколения разные, люди одинаковые. Говорит, позвольте другим быть другими. Это другое поколение, и они будут другими. Их не нужно подстраивать под нас. Не нужно. С ними нужно уметь идти в ногу. Я сегодня учусь у своего сына и у нового поколения. И это замечательно. И если сегодня не видеть вот этих изменений, я не говорю о том, что мы четко должны копировать их или что-то. Нет, потому что это совершенно замечательно, когда молодежь умеет учиться и умеет учить. И это великолепно. Так что учимся у нашей молодежи. Учимся. Как раз завтра день знаний. Да. Всем желаем хорошей учебы, хорошего настроения. И как вы совершенно замечательно сказали, что главное – это верить. Верить в себя, не плыть по течению, и все получится. Спасибо за сегодняшний диалог. Спасибо. Начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома Ирина Довгала сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Счастливой вам осени. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин